МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сдам, куплю, окажу услуги, требуются специалисты. Еще недавно красиво окрашенную контейнерную площадку, расположенную у дома номер 8 по улице Юбилейной, можно было бы принять за доску объявлений, если бы это не была контейнерная площадка для сбора мусора. Неужели расклейщики объявлений считают это место подходящим для своей рекламы? Вывод о качестве их предложений напрашивается сам. Так же, как и вывод о работе мусоровывозящей компании. Согласно статье 59-й закона Московской области от 2014 года номер 191, 2014 ОЗ, контейнерная площадка должна содержаться в надлежащем состоянии. То есть не должно быть никаких объявлений на контейнерной площадке, должен быть размещен график вывода мусора обязательно. Контейнеры должны быть закрашены, не деформированы. На этой контейнерной площадке еще бункер, накопитель, находится в надлежащем состоянии, ржавый, деформированный, весь в дырах. Он еще не до конца переполнен, но уже на грани того. К концу дня будет переполнено. Но контейнерная площадка час назад содержалась, здесь было завалено, аж наружу все вываливалось. То есть график вывода мусора чувствуется, вообще не разработан, и ездит как попало. За контейнерную площадку сейчас у нас отвечает ООО «УКО», такая мусоровывозящая организация, с которой заключил договор ООО «Жилкомсервис». И, скорее всего, с этой мусоровывозящей организацией придется расстаться. Она работать будет до 1 декабря, и, скорее всего, будем ее менять. А помимо этого, компанию ожидает административное наказание в виде административного штрафа. Лариса Панина, Дмитрий Жуков, Александр Михайлов, телекомпания «Лубня».